Здравствуйте, глупо уважаемые любители летных видов спорта. Мы идем в школу авиамоделизма. Меня когда-то таким маленьким мама за ручку привела к Андрису Букаускасу и сказала, вот вам мальчик, сделайте из него человека. Еще один мой учитель, Ян Жамойт, тоже помогал мне много делать радиоуправляемые модели. Вот эти два человека сделали из меня человека. Я начал летать сначала на моделях, потом на планерах. Вы смотрите мой канал и, по сути, его рождением мы обязаны авиамоделизму, который сделал из меня человека. Посмотрим сейчас, как это в Ереване выглядит. Самая кропотливая работа, друзья. Да, ювелирная работа, я бы сказал. Я обычно не выдерживал кропотливой работы, и поэтому, ну, хотя где-то была у меня кропотливая, я делал с микропленкой вот эти вот сверхлегкие модельки. Да, и даже какое-то там место занял, и получилось. Вот это было максимум, на что у меня хватило покропотливости. А вот, конечно, вот это я всегда с уважением смотрел на людей, которые умудряются аккуратненько довести до ума все, и сделать так, что это похоже на настоящее. По расписанию у нас на этот момент детей нету, но здесь дети и занимаются, и с бумажными, да, с бумажными изделиями. И с деревом, вот это и с дерева модели. Правда, еще не законченная, только вот эта пластмассовая модель. Друзья, самое обидное, когда бывает, когда вот собираешь вот эту модель, доводишь и так далее, и потом она взлетает, и вдруг... Ну вот, поэтому я занимаюсь этими. Я прошел через эсэ. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Здравствуйте! Хотите попасть в телевизор? Да! У нас тут есть один блокер. Друзья, вот детишки, которым посчастливилось попасть на канал «Мечтает летать». Я... А сколько вам лет? Мне 9. О, плюс-минус. Примерно в 9-10 лет я попал на станцию юнг техников города Вильнюс. Мама меня отвела за ручку. И с тех пор началась моя счастливая жизнь в авиации. Поэтому... Вот дети... Я когда был маленьким, я мечтал летать только... Ну, просто летать. И понял, что сначала это тяжело. Я пошел даже в парашютисты. Но мне, правда, парашютисты не взяли. Скорее, что сердце не бьется, глаза не видят. И тогда, я думаю, буду делать авиамодели. Начал делать авиамодели, поступил в Харьковский авиационный институт. Прям повезло. Дальше выучился. С медалью закончил. С медалью с отличием закончил. Сделал пару изобретений. Начал летать на параплане. И сейчас летаю на большом плане. Вот если будете себя хорошо вести, я приеду в следующий раз и выпалить на плане. Даже сейчас вам покажу, как это выглядит. У нас один агент занимается. Здесь мы спортивные модели. Так, ну да, наши юные техники. Думаю, в будущем минимум, как минимум, станут. Ну, кем вы хотите ставить? Я хочу картистом, картистом и авиамоделистом. Ага. А, хирургом. Да, может, авиамоделирование будет для него только сроки. Он развивает все? Летчиком. Летчиком? Тоже хорошо. У нас, кстати, юный блогер. Ну, пусть посылает, я его ссылочку сделаю. Ну, и он вот блогер. И он вот блогер. Видите, как хорошо. Итит 8? Вот у меня... А, как это? 150 тысяч. 150 тысяч зрителей. Ну, ребята, подписывайтесь. Вот молодежь уже тоже блогерствует. Глядишь, потом вот будем смотреть. Тоже каналы хорошие, авиации. Моему сынышке сегодня как раз вот на день рождения своего сына я здесь. Ну, так раньше у них уехать не получилось. Поздравляем. Макс, тебя поздравляют. Поздравляем. Завтра я ему покажу. Максик тоже. Макс со мной летает на планете. И очень критикует папу, потому что папа все время что-нибудь снимает. Макс сидит и говорит, папа, хватит уже снимать видео. Рули. Рули. Солнышко светит через фонарь, вот раскладывается на радугу. Смотри, папа радугу в руку поймал. Ты поймал радугу в руку? Над камерой пройду низко. Оп. Макс, тебе нравится летать на планете? Да. Мне нравится на пикерселе очень. Рули. Что там? Рули, папа. Рулю? А что ж я делаю так? Сюда мой друг Саша как-то пригулялся на вертолете. Представляете? Никого нет. Никого нету, понятно. О, смотрите, как красиво тень нашего. Что-то там сидит. Нам помахал ручки. Там был грибок. На грибочке сверху? Да. Он нас снимает. Снимает? Да. Может, там фотографию пришлет? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не знаю, сбили мы камеры или не сбили? Кордовую модель я запускал. Я учился тогда в седьмом классе. У меня была мечта показать модель. Я ее построил. И, значит, в школу прийти и до ней полетать. И вот я все успел. Мне осталось только корды там натянуть, намотать. И вот они у меня завились такой петлей. И проволоки больше не было. И так было обидно. Я не успел к вот этому какому-то выпускному в школе. Сидел, ну, чуть не плакал. Ну, потом доделал, летал тоже. Прямо около дома у нас была площадка. И на бензиновом моторе МК-17. Вот современные модели как выглядят. От винта! О! Все, и полетело. Отлично! Ну что, давайте коллективную это обнимательное фото. Юный мечтатель летать и больший мечтатель летать. Гип-гип. Может, весь коллектив тогда поддержим молодежи? У меня опыт есть. Я крикну, а вы поддержите. Друзья, посмотрите, сколько замечательных сердец юных, которые мечтают летать. И я думаю, что их мечта сбудется. Давайте мы этого пожелаем. Ура! 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 Эх! Добро пожаловать в родные. Эх, как бы я хотел снова стать маленьким. Эх! Ну, ничего. В каждом возрасте своя радость. Ну, для меня было, друзья, всегда самое тяжелое. Что-то такое спаять. Вот эти электронные штуки для меня. И программировать я умел в институте. Это точно. За такими вещами будущее. За такими вещами будущее. С экраном, с ардуино и так далее. Все сенсоры. Все у нас. Чудесно. Спасибо. Пожалуйста. Друзья, запах бальзы и молитва. Ух! Как хочется иногда стать маленьким и такое все снова пособирать. Посклеивать. Мы с Максом собираем тоже какую-то модельку. Но потихонечку. Все. Папа вечно нет времени к стыду его. Прямо все в процессе производства. Видите, как лежит прекрасно. Пенопласт. В 90-х годах. В этом кабинете мы думали, что скоро поменяем мебель. Все было новое. Да и так хорошо. Запах в настоящей лаборатории. Да, и де-факто эта школа, что самый важный момент, в этой школе скоро будет всего лишь год. Год? Да. То есть мы за год, с нуля, с нуля сделали школу, которая очень необходима для нашей исполнительной школы. Это точно. Да. Потому что дети, которые технически подкованы, это будущее. Они бегают по всяким подворотням. Вот такую модель примерно я собрал. Самую первую свою. И на ней занял первое место на соревнования в городе Вильнюс. Вот такие штуки я тоже делал. Такая моделька у меня улетела. Я ее сказал по всему аэродрому в Кивишкис. Но нашел. Самая любимая лаборатория моя была. Такая. О! А это станочек. Такой же, как в нашей лаборатории стоял. Я на нем сначала точил детальки для самолетиков. У вас такие, да, сейчас? Да, да, да. И на таком станочке к смеху я выточил себе пугач, который мелкокалиберными патронами стрелял. А-а-а. Я был хулиганом еще тем. Поворотом по банкам. Ужас. Сейчас вспомню. Сдрогнул. Как моя мама вообще... С ума моя мама не сошла. Ой. Прямо по станку ностальгия. Меня сначала научил мой руководитель лаборатории на нем точить. Объяснил, как, что делать. Я потом читал книжки и научился правильно резцы затачивать, чтобы там... Ну вот, прям вот... Вот это ностальгия, ностальгия. Оп! Это у нас шиншиллы. Это шиншилла. У меня были кролики. Друзья, первый бизнес, который я сделал, я разводил кроликов. У меня было 50 кроликов в 12 лет. Я заработал за сезон 750 рублей. И занял первое место на корпусе коротлиководов города Вильнюс. И нам подарили огромную машину КамАЗ-зерна. Прям вывалили перед домом. И даже долго не знал, что делать. Вот с таких животных... Маленьких. Ну это шиншиллы. По сравнению с кроликами, шиншиллы гораздо красивее. Он, пожалуйста, пьет. Ты кусаешься, шиншилла? Видите? Красота. Как тебя зовут? Айк. Точно будешь летать? Точно будет летать. Друзья, авиация начинается с таких детей. И с такого замечательного центра по авиамоделированию. Мечтайте и будете летать. Спасибо тем, кто делает это. Ну кричи, эге-ге или что-нибудь в этом роде. Ура! 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 Продолжение следует...